Каркасный дом в деревне И на своем участке построит каркасный дом для постоянного проживания На фундаменте из автомобильных покрышек в одиночку Вы скажете, это полный трэш Но он не останавливается и продолжает строить даже сейчас Это вам не смазливые мастер-классы Это реальная жизнь на стройке Давайте все дружно поддержим парня И закидаем его подписками и лайками Ссылка на канал в описании Утепление крыши продолжается Уже практически все готово Решили сверху ничем не накрывать пока Да? Стены весь обшивали Маша обшивала даже стены Мы оставили проход только, чтобы вазить внутрь Сегодня пасмурная погода И весь снег растаял Весь снег растаял Это вообще, ну... Слякать, такая грязь Сегодня мы просто с утра ездили В район В район Там хотели купить на пол ДСП Я вообще как бы, вообще ДСП не хотел Но когда мы узнали цену на ДСП Я уже точно его не хотел Потому что вот на наш пол Нам посчитали Ну мы и сами прикинули Они даже еще по минимуму посчитали Так-то по идее Надо было там на каждую комнату по 4 листа Он еще там что-то это Но вышло вот даже по его подсчетам Сколько это получилось? 7 листов 7 листов 7 листов А я вот думаю, что надо 8 вообще Вот за 7 листов там 10 800 вышло Скать как мне 11 тысяч Это вообще Кошлях Нафиг оно нужно, это ДСП Оно, во-первых, если там будет влага, попадет Оно все рассыпется Там и клей вот этот и все У нас там есть доски Мы уже покупали, чтобы на нее думали класть ДСП Решили просто докупить еще 50 доски Не знаю, будем мы там под низ утеплитель делать или нет Там посмотрим В конце не надо Маша говорит, что вообще не надо Сегодня, кстати, купили вот этот Как он? Снеж или как он? Снеж Снеж, Снеж правильно называется Не знаю, сегодня, завтра будем пропитывать бруски Потом эти доски с этой, со стороны С двух сторон получается бруски Ну бруски, да И снизу Снизу, да Снизу доски Доски Пропитаем на три раза На три На три Смотри, сколько на три Сегодня Тепло Тепло И погода Ветра нет Я до сих пор еще Не докрутил Саморезы на крышу Сейчас полезу Заодно там расскажу Какие мы ошибки там совершали Когда Ну а там В принципе Не знаю Ну у нас была одна ошибка Может кто-то еще заметит Какие-то ошибки Расскажу там все Покажу Ну и все А я все тут доделала Сказать Ты пойдешь отдыхать? Нет Нет? А что ты будешь? Борить пойду Вот это чердак Нашего основного дома Его я показывал Еще в первых роликах И здесь мы хотели В самом начале Ну сделать Тоже жилое помещение Здесь наверное сейчас плохо будет Видно Это место облюбовали кошки Они тут устраивают Кошачьи бои Ну и Различные тусовки Кошачьи Вот так вот здесь Вообще большое Помещение И у нас Не очень Да не Если заделывается Не очень большое Ну вот с этими Вот здесь вот перегородки Вот эти Они как бы Наверное Мешаются Можно будет потом Переделывать немного Там посмотрим У нас в планах Тоже здесь Сделать Помещение Для чего И зачем Это будет помещение Вы узнаете Я просто вот здесь так и не понимаю Потом Они вот здесь дверь наверное хотели сделать Какую дверь? Где? Вот Вот здесь вот Видишь где плашки Майнди убиты Ага А зачем им здесь дверь? А фигда Не знаю зачем они там Вот так сделали Так Это Че я хотел сказать то Здесь вот Ну плохо видно Надо было фонарик наверное взять Здесь вот опилки Одни опилки Мелкие опилки Вот здесь Вот здесь Почему то Ну видно может денег не хватило Не знаю Здесь утеплитель Утеплитель вот такой Сейчас я покажу Что-то тут вообще все Бардак такой какой-то И вот такая вот пленка Кстати вот Много кто мне говорил А дальше уже все доски Вот блестящая Такая пленка И вот такой вот слой Утеплителя Кто-то мне говорил Что такая пленка Она хорошо вообще Помогает Держать тепло Да Да Я просто забоялся Что там она не будет воздух пропускать Ну фиг его знает Ну вот видишь Здесь вот лежит эта пленка И ничего Я не знаю Надо поднимать вообще Когда с фонариком Что? Сухие плахи Ты смотрела да? Сухие Ну вот видишь Что Кошки Они вот этот утеплитель Разрывают В углах Вот там Там Везде Постоянно приходится Залазить И потом обратно На место его А это что за мешок Там висит Это ты повесила? Нет А что он там Висел там? Ну я не знаю Откуда там мешок Представляете Даже не знаем Что за мешок И что в этом мешке Может ты висил? Я не знаю Давай посмотрим Я думал Вот это ты Что-то хозяйничала А Это елка Смотри Это елка Вот представляешь Вы это Потом бы Искали елку Она здесь висит Видимо крыша Где-то протекает Закрыли вот таким баннером Я говорю Они постелили ее Потому что Капает с крыши Вот и все Они по-быстрому Это ремонт такой сделали Но это не дело Вот смотри То ли тут капает То ли что Смотри Сыро Вообще Вот здесь вот сухо А вот здесь вот сыро Вот отсюда видно Отпыл Это капает Вода Вот смотри Даже как Как будто плесень какая-то Вот это вообще Не делала Так-то Не пропускает Воздух Оно тут может Прить Вот что тут Тоже мокрое Сыро Сыро Тоже сыро Ну как бы не критично Ну так Вот здесь Нет Вот эту Подними Вот эту Что там Я не вижу Сыро Сыро Все пипец Вообще сыро 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 с тебя же пахнет Это все нафиг сгниет Скоро и вообще Надо это Знаешь что Зимой наверное Тут вот эту хрень Убрать все А то так оно Сгниет И потом мы вообще Охренеем Вот начали Строительством заниматься И уже что-то Начали немного Понимать В этих делах Здесь вот сухо Это потому что Потому что Вот отсюда Где-то капает Они как-то плохо Прикрутили Вот эти Вот почему Сейчас я вот Начну Крутить шурупы Я их буду Крутить как можно Меньше Потому что Каждая дырочка Это В крыше Это Как бы сказать Место Откуда может Капать вода Вон Кошка Кошка Пришла Она скажет Вы что тут Делаете Тут Это мое Тут Вот здесь Вот сухая Вот здесь Видишь Где клип Вот Видишь Тут вообще Что-то нет По изоляции Это вот Видишь Это вот Из-за ткани Из-за этой Хрена Тени Ну так Более-менее Короче Тут нам Придется Тоже Вон Видишь Даже Вон Бок Пускай так Полежит Вот так Вот посмотришь Вот на это Все Это вообще Кошмар Вот если честно Вот Придется Это все Вот эту Всю фигню Это убирать Это вообще Не дело Придется Утеплитель Покупать Вот этот Шуруп Который На чем Держится Крыша Пережали Видимо Вот эту Резинку Либо Новую Резинку Туда Просто Шуруп Новый Весной Дождик Пойдет Смотреть Откуда Капает Просто Опять Видишь Если Мы сейчас Зимой Застелим Здесь Все Утеплителем А потом Он намокнет По это Тебе Говорю Короче Будем Так Зимовать Хоть Зимуем А потом Следующая Это Вот Окошки Откроем А как раз Тут Все Проветриваться Будет Ладно Есть Вот Такая У нас Крыша Которая Требует Вложений И ремонта Ну Не крыша Сама Ну И крыша Там Что-то Протекает Ну Там Конечно Скорее Сего Нужно Будет Всего Лишь Эти Саморезы Заменить Просто Они Перекручены Сейчас Проверял Опять Работу Это Помнишь Это Делегация У нас Ходила Она Видишь Ходила Это Проверяла Это Не Эта Делегация Ходила Она Сильно Небла Это Майенькая Все Ходила Делегация 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 Сейчас Вот здесь Прокрутить Надо Будет Потому Что Вот там Я их Составил Уже Возле Стенки А Ветровую Планку Прикручивать Там Надо Будет Прикрутить Такие Ты Скажи Вот Такие Нет Деревянные Как Это От Забора Я буду Прикручивать Ладно Сейчас Все Лезу На Крышу Сначала вообще не понимали как их стыковать. Вот она широкая идет, она ложится на более узкую с капельником и прикрывается. С самого начала мы начали затаскивать листы неправильно и потом впоследствии пришлось их переворачивать на самой крыше. Но хорошо, что мы это вовремя заметили и не все листы затащили. Просто надо на земле сразу же посмотреть как будут стыковаться листы и уже их затаскивать по вот этим стыковочным швам, чтобы потом не пришлось их крутить на самой крыше. Вот такую ошибку мы допустили. Взял на вооружение вот такую, можно сказать, палку. Это от подоконника осталось. Прикладываю ее, чтобы более ровно было и кручу. Кручу в шахматном порядке через одну обрешетку. Прикладываю ее. Бригадир всегда контролирует процесс работы. Продолжение следует... 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 вот прямо на потолок сейчас чтобы пар туда наверх не выходил вот так вот а мы я сколько где везде смотрел что везде да и нам там писали то что еще говорили там сверху положить тоже так же но я не знаю я так думаю что все равно ничего из этого страшного не будет потому что потому что потому лишние трата денег короче это пароизоляция но опять я бы может быть ее бы не может быть а точно не стал бы ее вообще вот этой вложить просто подумали что с потолка потом будет сыпаться вот это от ваты вот это там все равно стекло есть кто забирается если пароизоляцию на чердак вложить то можно вообще ее не класть не надо нифига никакой пароизоляции наверное уже в следующей серии вы увидите процесс выпиливания дверного проема заодно посмотрим как выглядит состояние бревен внутри всем пока до новых встреч подписываемся на канал сам пайчик вверх у нас еще есть инстаграм всем пока